Победа – первый советский легковой автомобиль с несущим кузовом и один из первых в мире с кузовом полностью понтонного типа, без выступающих крыльев, подножек и фар. Стал символом разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне. Серийный выпуск начался в 1946 году. До 1958 было произведено почти 250 тысяч автомобилей. Сейчас увидеть Победу на ходу можно не так уж часто. Машина, выпущенная более полувека назад, требует реставрации и постоянного ухода. Первозданный вид легендарный ГАЗ М-20 в Севастополе приводят в общественной организации «Победа». Андрей Иваченко в клубе автомобилистов два года. Рассказывает, в различных городских мероприятиях, автопробегах участвует вместе с отцом и сыном. Это семейная реликвия. У нее было несколько хозяев, но мы уже, как получается, третий хозяева. Она нам, конечно, попалась не в таком состоянии. Мы отреставрировали, красили, запчасти все оригинальные, колеса, двигатель, все было восстановлено. Поэтому теперь не стыдно по улицам города ездить. Машина не капризная, в принципе, любое испытание мы выдерживают, надежная. Приятно мне ездить, куча внимания. Каждый раз, когда проезжаем, взгляды, аплодируют некоторые, засматриваются, оборачиваются каждый, кто видит ее. На данный момент в парке 21 автомобиль ГАЗ-М20. Старейший из них – 1950 года выпуска. Приобрели его в Севастополе. Реставрация длилась более двух лет. Есть автомобили и из других регионов страны. В последнее время, я знаю, клуб две машины приобрел из Краснодарского края. Они своим хуадом приехали. Здесь их еще подкрасили, обслужили. Они сейчас в строю. Каждый автомобиль, который сейчас вы видите, он имеет свою историю. Он некоторым владельцам, ребятам достался в наследство. От дедушек переходил автомобиль к отцу, отец передавал сыну и так далее. Некоторые автомобили приобретались у ветеранов, которые уже не могли содержать этот автомобиль, не могли его поднять, отремонтировать, отреставрировать. Автопробеги общественная организация «Победа» проводит ежемесячно. Принимает участие в крупных городских мероприятиях. Кроме того, организует показы для школьников. Договариваемся с директором школы, пригоняем автомобиль в назначенное время на территорию школы. Директор выделяет время для ребят. И мы проводим краткий эксурс в историю этого автомобиля, ну и историю нашей страны. Снимают автомобили в кино, арендуют на торжественные мероприятия. Сесть за роль легендарной «Победы», в том числе и поучаствовать в автопробеге, может любой членом автоклуба быть необязательно. Следующий намечен на апрель. А главное событие года для общественной организации «Победа» ежегодный международный фестиваль «Высота горная», посвященный Дню освобождения Севастополя и Дню Победы. Горожан и гостей Белокаменного ждут 8 и 9 мая в районе 11 километра Балаклавского шоссе. Вероника Андреева, Виталий Коломец, информационный канал Севастополя.